А теперь к новостям спорта. В Славянске-на-Кубани прошли краевые соревнования по техническим видам спорта. Побороться за звание победителя приехали школьники из семи районов Кубани. С будущими кораблестроителями и капитанами пообщались наши корреспонденты. Краевые соревнования по техническим видам спорта, если говорить точнее, по судомоделированию, в нашем районе проводятся уже в пятый раз. Проходили они на озере в Северном парке. Все участники отмечали прекрасное расположение площадки и высокий уровень организации состязаний. Право открыть соревнования было предоставлено начальнику управления образования Виталию Титаренко. От имени главы нашего района Романа Ивановича Синеговского желаю вам всем и каждому побед, чтобы время, проведенное у нас в городе, запомнилось вам только с приятных моментов. В этом году побороться за победу приехали 44 школьника из Ейска, Анапы, Геленджика, Туапсе, Горячего Ключа, Белореченска и, конечно же, из Славенска на Кубани. Сегодня мы увидим на наших соревнованиях очень хороших и трудолюбивых школьников. Потому что это соревнования краевые, это весь цвет школьников наших судомодельных соревнований, на которых мы очень надеемся и которые будут развиваться. Соревнования проходили в два этапа. Сначала жюри отсмотрело представленные модели кораблей для того, чтобы распределить суда по классификациям. Здесь учитывался размер судна, вес, скорость передвижения и ряд других технических характеристик. После распределения по классам корабли допускались к соревнованиям на открытой воде. Участникам необходимо было без ошибок пройти через несколько ворот, вернуться назад и в последние ворота зайти задним ходом. За точное и безошибочное выполнение всех заданий можно было заработать 100 баллов. Участникам предоставлялось несколько попыток. В первой попытке я попал в дальние ворота с первого раза, но со второго не получилось. И набрал 78 баллов. Всего в команде Славенска на Кубани было три человека. Все они – воспитанники Центра технического творчества. На соревнованиях ребята показали прекрасный результат. Евгений Кузьмин набрал 100 баллов и занял первое место в личном зачете. А Даниил Меремьянинов принес нашей команде бронзовую медаль. В общекомандном зачете золото у спортсменов из Ейска. Второе место у Анапчан. Третье – у команды из Белореченска. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События». Анна Монастыренко. Анна Монастыренко. Анна Монастыренко. Анна Монастыренко. Анна Монастыренко. Анна Монастыренко. Продолжение следует...